МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Мы говорим на темы, которые волнуют каждого жителя Самары. Столкнулись с произволом, беззаконием и цинизмом в сфере ЖКХ? Мы научим, поможем и объясним. Включайтесь в эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Мы поднимаем самые острые темы и оказываем реальную помощь. Совет моего дома решит проблемы вашего. Мы собираем вопросы жителей в социальных сетях. И вот один из самых популярных. У нас протекла кровля, и ремонт в квартире повредился. Кто ответственный и кто должен возместить ущерб? Это зона ответственности управляющей компании. В первую очередь нужно сразу же обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, зафиксировать ваше обращение, получить номер входящего. После этого обратиться в управляющую компанию. У них есть 12 часов на составление акта. В этот момент лучше использовать средства от фиксации, фото, видеоматериалы, чтобы была все-таки возможность определить размер ущерба. Дальше составляется акт с описанием именно поврежденных конструктивных элементов, либо мебели и так далее и тому подобной техники. Оценивается. И в добровольном порядке это должно решиться. В случае, если в добровольном порядке этот вопрос не решается, собственник квартиры, которому нанесен ущерб, непосредственно обращается в оценочную какую-нибудь экспертную компанию для оценки самого ущерба, предъявляет это в управляющую компанию. Если они в течение 10-дневного срока не реагируют, в суде это рассмотрение пройдет достаточно быстро и полная сумма ущерба будет возмещена собственнику. Мы всегда на связи и готовы решить любой коммунальный вопрос. От слов к действиям и комфортной жизни в новой квартирном доме. Например, жителям по улице Ташкентская 135-Б потребовалось больше 10 лет, чтобы привести родной двор в порядок. И только после сплочения они добились результата. Как решилась проблема благоустройства двора, расскажем в нашем сюжете. Жильцы многоквартирного дома по адресу Ташкентская 135-Б творцы своего уюта. При заселении в 2007 году придомовая территория была в полуразрушенном состоянии, да и внутри здания недочетов хватало. Решать проблемы взялись сообща. Для этого объединились товарищества собственников жилья. За это время поменялось многое. В доме появились консьерж, энергосберегающие оборудование, обустроенный двор с парковочными местами. Мы поставили двухтарифные счетчики для энергосбережения, общедомовые. Поставили датчики движения на этажах, чтобы шла экономия электроэнергии. Поставили погодозависимую от автоматик, на отопление, что нам дает процентов 20-25 экономии. Участвуем во всех программах. Конструктор нашего двора. Участвовали в программе содействия. Сейчас дом считается лучшим в районе, а подтверждает это звание победа в одноименном конкурсе. Главное понимать, что он делает. Текущий ремонт и текущая забота, которая ни на кого не переложит. И от этого очень многое зависит. Если все это вовремя проводится, как говорится, руку держат на пульс, тогда и соответственный результат есть. От подачи заявки в каждую программу или конкурс до составления сметы жильцам помогает администрация Кировского района. Жители всех домов обращаются в администрацию с какой-либо помощью. Оказать содействие во взаимоотношениях с поставщиками коммунальных услуг, во взаимоотношениях оказания помощи по благоустройству территории. Учитывая, что и программа поддержки инициатив, это городская комфортная среда, и новый губернаторский проект содействия, в данном случае именно идет поддержка инициатив населения. Принять участие в этих программах могут все жители. Для этого нужно объединиться с соседями и просто подать заявку. 12 обращений от жителей города по поводу аварийных деревьев, которые находятся вблизи жилого фонда, зафиксировали специалисты муниципального центра управления Самары. Пути решения такой проблемы удалось найти жителям по Кирова 65А. Теперь их двор не только безопасный, но и комфортный. Ветви деревьев, нависающие над игровой площадкой во дворе дома 65А на проспекте Кирова, больше не представляют опасности для детей и случайных прохожих. Жители через социальные сети обратились к администрации промышленного района с просьбой спилить аварийные деревья. Работы были выполнены подрядной организацией на основании заключенного муниципального контракта. Здесь проводились работы 15 числа этого месяца по опиловке, по заявке жителей. И в настоящее время проводятся работы по вывозу порубочных остатков. Председатель дома 65А Надежда Семибратова болеет душой за свой двор и регулярно организовывает субботники. В этом доме она живет с момента сдачи его в эксплуатацию. Здесь выросли ее дети, а теперь она уже воспитывает внуков. Рассказывает, во время прогулок во дворе больше не переживая, что сверху упадет сухая ветка. Наше обращение было принято во внимание. Все это было сделано, деревья были спилены. После обращения следующего по поводу уборки веток администрация промышленного района отреагировала на это, вовремя все убрали. И вообще мы никогда не обращались бы в администрацию. Мы всегда получаем положительный результат по нашим обращениям. Вывести порубочные остатки сразу в день проведения опиловки было невозможно. Из-за того, что на момент завершения работ полигоны для утилизации отходов были уже закрыты. Подрядчик вывез ветки сразу, как только появилась возможность. Это лишь два примера разрешения проблемных коммунальных вопросов, поступающих от жителей города. В копилке телеканала «Самара ГИС» еще очень много тем, которые приходят от самарцев через группу ВКонтакте. Мы расскажем обо всем подробно в следующих выпусках программы. И вместе с экспертами ЖКХ решим проблему и расставим правильно знаки припинания в предложении «Решить нельзя оставить». Смотрите эксклюзивную программу на телеканале «Самара ГИС» и помните, совет моего дома поможет решить проблемы вашего. С вами была Мэри Елчан. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова